Девушки отдыхают Ну и как вы поняли еще из превью, речь сегодня пойдет о советском Т-44, машинка которая претерпела огромное количество правок, но после всего что с ним сделали, танчик этот оказался прям очень хорош. Поговорим как всегда о плюсах и минусах данной машины, раз уж заикнулся про линию фронта, то расскажу почему там эта машинка так хороша, ну и в рандоме тоже разумеется дам пару советов и расскажу как стоит правильно отыгрывать. Первым делом наверное хотел бы сказать с какой же пушечкой играется этот танк. Ребят, ну однозначно, ЛБ-1 только ЛБ-1, орудие с альфой 250. Хоть нам и нарисовали вроде логичное топовое орудие в ветке с альфой 390, которое ну деструктор по факту, и оно вроде бы 8 уровня, тогда как ЛБ-1 7, на это не смотрите. Т-44 играется исключительно на орудии с альфой в 250. Уже очень часто я вижу просто в рандоме ребят, которые выбирают деструктор, и ну очень редко они набивают больше нуля урона на своей косой и не пробивающей ничего пушки. Поэтому хоть ЛБ-1 как-то нелогично достаточно, ветки расположены как-то с краю и криво к ней, ну идет вот весь этот путь, но все равно это как раз та самая пушка, с которой этот танчик и проходится. Ну а теперь уж давайте непосредственно начнем разбор, уж начали с орудия, тогда о нем до конца и расскажу. Ну как вы уже поняли, альфа 250, бронепробитие при этом у нас 190 мм базовыми ББшками, 247 мм пробивают голдовые подкалиберы. Хорошие такие средние цифры, которые позволяют комфортно отыгрывать и не чувствовать никаких проблем. Ну а для тех, кто считает, что 190 мм это мало, ребят, ну раньше у нас у всех танков пробития было еще меньше, и все равно спокойно играли, и эти цифр действительно вполне хватает. Разницу между даже 190 и 200 мм вы особо не почувствуете, все танки будете пробивать в те же самые места, поэтому тут все достаточно средненько. Ну а вот что касается комфорта стрельбы, то наш советский герой удивляет очень сильно. Не зря столько раз его лапали. Неплохая точность на 100 метров, 0.34, да не рекорд, но и мы можем пострелять на 500 метров, время сведения 2 секунды, и все это вкупе с просто мега стабилизацией позволяют стрелять с ходу, с полувертух, при этом, я не знаю, ехать 50 км в час и все равно попадать в противника. На любые дистанции повыцеливать тоже никаких проблем нет. У ВН еще в придачу минус 7 градусов, это как раз та грань на уровне комфорта, которая еще позволяет спокойно отыгрывать и не чувствовать особых проблем, поэтому что касается попадания по цели, у этой машинки с этим ну прям никаких проблем нет. ДПМ еще отмечу тоже достаточно высокий, перезарядка в стоке составляет 7,2 секунды. Ну и итог по орудию, пушка хороша абсолютно во всем, у нее нет ни одного выраженного минуса, поэтому стрелять с этого орудия одно удовольствие. Неплохой разовый урон, нормальное бронепробитие, мега комфортная стабилизация, неплохая точность, время сведения, да еще и УВН насыпали такие, что ну в принципе можно отыгрывать от холмов. Это конечно не першинги какие-нибудь, не американские УВН в минус 10, но и наших вполне хватает. Поэтому опять же повторюсь, пушка здесь во всем абсолютно хороша и позволяет нам абсолютно комфортно отыгрывать. Касательно бронирования. Это на удивление то, что здесь действительно есть, как для среднего танка. Корпусы 90 мм ВЛД и НЛД, борта 75 мм, это понятно отбивает только шестые и некоторые седьмые уровни, особенно если мы мансием, как-нибудь постоянно доворачиваем немного ромбов. Тут особо танковать внизу списка, где мы почти всегда будем, не стоит. А вот башня, вроде бы и кажется, лоб всего лишь 190 мм по номиналу, но сколько же раз я слышал рикошет и не пробил, когда сам стрелял в Т-44. Во-первых, сама уязвимая зона лба достаточно маленькая и попасть в нее крайне сложно, особенно учитывая, что играется этот танк постоянно в движении и действительно приходится выцеливать. В скосы тут снаряды только так улетают, к тому же и в самом лбу есть зоны в маске, просто такие маленькие еще скосы, где броня ну просто запредельная, поэтому даже если вы четко в лоб попадаете этому танку, далеко не факт, что вы его пробьете. Разумеется, не стоит танковать против десятых уровней и девяток на голде, ну в такой ситуации ни одна восьмерка не отобьет ничего, но когда вы катаетесь по карте, врываетесь на одноуровневой машине и играете так на раскачке, даже против машин выше уровнем, этот танчик действительно отбивает снаряды и делает это с завидным постоянством. По динамике, тут просто лучше для начала скажу цифры. 22 лошадиные силы на тонну, удельная мощность, 51 км в час максималка вперед, 23 назад, при этом крутится на месте этот танчик тоже крайне быстро. Ну просто такой краткий резюме по динамике, Т-44 что-то среднее между ЛТ и СТ. Он разумеется не летает по карте, активно светить не может, я об этом даже не заикаюсь, но как для среднего танка он просто мгновенно может уехать с направления, вернуться на базу за дейфить, к примеру, или если вы поняли, что на фланге вам не победить, он просто крайне быстро разворачивается и уезжает на другое направление. В целом катается этот танчик просто отменно и динамикой тут определенно надо пользоваться, если вы увидели какую-то возможность для врыва, для нанесения урона, даже если это на другом конце карты, то разворачивайтесь, едете туда и реализуйте свое комфортное орудие. Ну и обзор еще 380 метров, как для советского танка это еще ничего. По модулям тут соответственно стоит ставить стабилизатор, досылатель, ну и оптику. Все-таки для средних танков обзор очень важная штука. Ну а если мы сюда поставим просветленную оптику, пару перков, экипаж еще вкачаем, то мы уже получим максимальный обзор и тогда никаких проблем уж точно чувствовать не будем. Ну и итог. Почему Т-44 так хорош, особенно в нынешнем рандоме? Да потому что у него есть абсолютно все. Комфортная стабилизированная пушка, броня там где она нужна и при этом отменная динамика. У этой машины нет ни одной просадки по ТТХ. Везде этот танчик либо средний, либо выше среднего. Особенное удовольствие на этой машине это врываться толпой на противников или выкатывать за счет динамики в каких-то неожиданных местах и давать выстрел по противнику и мгновенно уезжать. Танк этот крайне универсальный, может поддержать атаку тяжей, при этом может сам инициировать врыв на направлении стэшек. И вообще предназначен для такого самого, что ни на есть агрессивного геймплея на передовой. Поэтому для игроков, которые любят прям агрессивно поврываться, повкатываться о луло и этот танчик просто на ура зайдет. Да, безусловно есть премы, которые перекрывают нашего героя. Ну вроде там про джета всяких. Я вообще молчу про ростелекомовский Т-44-100, который по факту тот же танк, только лучший по ряду характеристик. Но, несмотря на это, Т-44 машинка крайне сильная, очень комфортная и показывает себя в рандоме сейчас очень хорошо. Ну и уж точно это сейчас сильнейший и прокачиваемый средний танк восьмого уровня. Тут прям без вариантов. Единственное, что немножко огорчает, так это балансер на восьмом уровне. Из-за того, что играть вам зачастую придется с десятками, впечатления от этой машины могут немного смазаться. И вы вряд ли захотите его оставить у себя в ангаре. Но, увы, к сожалению, такова сейчас реальность для восьмерок. Играть на них сейчас очень сложно. Ну и даже там Т-44 при аккуратном отыгрыше может себя показывать, может реализовывать себя. По линии фронта еще скажу. Для этого режима это будет один из лучших танков. Его ростелекомовская версия и Т-54, и первый образец, наверное, соответственно тоже. Почему? Потому что для такой огромной карты у нас есть отменная динамика, комфортное орудие, которое мы можем реализовать на любые дистанции. При этом снарядов тут достаточно много, а это весьма важный показатель для линий фронта. Ну и при этом есть броня в башне, которая позволит нам поиграть от холмиков, от камушков. Ну и в целом тех перепадов высот, коих на той карте совсем немало. Поэтому, если вы еще не качали, ну, объект 430У, потому что я думаю, Т-62 и Т-140 большинство игроков уже давно выкачало. Но если у вас, в любом случае, если у вас есть малейшая причина выкупить Т-44 и покатать его, я бы безусловно советовал это сделать. Ну и даже лучший вариант, если вы будете его целиком и полностью катать на линии фронта. В таком случае никаких проблем с балансировщиком на восьмом уровне вы не встретите, потому что играть будете, соответственно, только против танков своего уровня. Но в целом Т-44 танчик очень классный, очень годный. Я вот буквально, наверное, месяца два назад его плотно катал. Мне эта машинка очень понравилась и зашла прям на ура. Ну а у меня на сегодня все. Возможно, в ближайшее время, как будет больше информации по линии фронта, я сделаю еще отдельное видео по самому режиму. Ну а вы пишите, что вы думаете по Т-44. Как всегда, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в следующих видосах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!